Она воспитывалась нормально. Это, так сказать, мой сын и невестка. Они воспитывали что Машу, что Настю. Одинаково. Когда они поженились с Юрой, в них было всё. Холодильник, стиральная машина. Это всё вы помогли? Да. Да, да. Это мы все. Мама, дедушка, дедушка. В общем, все. Почему и когда вы перестали помогать Насте? Вы не интересовались просто ею? Нет, почему не интересовались? Она проходила, бабушка здесь нет. Она уже проходила сама к нам. Без Юры, без детей, без ничего. И всё отнякивалось. Пусть меня студия извинит в том, я сижу сейчас и сдерживаю слёзы. Сдерживаю их. Потому что довести до такого состояния детей, это называется преступление. Преступление. Ты могла бы просто позвонить ко мне и узнать, как чувствуются твои дети. Ты знаешь, я езжу к ним каждый день, ко всем. Кто вы? Я стала волонтёром. Вообще просто. Я начала помогать по своим друзьям, собирать деньги, хотела вещи собрать, всё. Начала помогать. Сейчас звонят ко мне все люди, помогают детям. Анастасия, вы стали волонтёром, который решил позаботиться об этих детях. Я сейчас каждый день к ним езжу. Я была у всех троих в больнице. У всех врачей есть мой номер телефона. Я всем помогаю. Сейчас у всех детей на данный момент всё есть. Они сейчас на данный момент ничего не нуждаются. Почему вы начали это делать? У меня у самой маленький ребёнок есть. У меня достаточно много друзей. Я попросила всех своих друзей подключиться, помочь. Ну вот я съездила ко всем, к Диме, ко всем. Смотрите, Настя, это вот женщина, которая заботилась о ваших детях. Она знает, она заботировала мою страницу. И, ну, это вполне логично. Она как мать вас не понимает. Вот замечая, что становится всё хуже, ты продолжала катиться в пропасть, а не начала цепляться. На тот момент я не хотела, чтобы кто-то хоть что-то обо мне знал. Стыдно было? Да. За что? За то, что я осталась одна и за то, что мне приходится просить у кого-то помощь. На весах? К маме пойти не могла? И дети, которые пухнут от голода? Вот не очень понятно. Ну, я её боюсь. С самых... А похоронить ребёнка не боишься? Я... Я не думала. Я на тот момент не задумывалась. Ну, вот же он! Худеет! День ото дня! Ну, ты... Ты же понимаешь, что если он и дальше будет худеть, он умрёт. Я понимаю, я не пошла к маме. Почему? Ну, а мама могла прийти ко мне? Настя, Настя! Гордость. Я думаю, да. Это у нас семейный. Настя, ваши дети попали в больницу в очень тяжёлом состоянии. Когда в их жизни пропала еда? Худать они так начали в августе месяце. Почему? С тех пор, как отключили газ. Есть такая фраза, голод не тётка. И всё-таки ребёнок голодный. Если есть что кушать, он будет кушать. Значит, у них даже не было, что кушать. Да, были такие дни, когда не было, что покушать. Потому что денег не было. Вы понимаете, что вы, как мама, ответственны за своих детей? На тот момент. На этот момент. Вы понимаете? На этот момент я об этом задумываюсь. Но на тот момент я об этом даже не задумывалась. То есть... Мне было всё равно на всех окружающих. Даже жизнь ваших детей вам... Настя, я понимаю, если бы вы лежали и ходили под себя, да, вас можно было бы понять. Но вы поднимались, чистили зубы, наверное, принимали душ и выходили из дома. Коль, как часто вы принимали душ? Можно мне отвечать на этот вопрос? На него нужно ответить. Почему ты не хочешь? Потому что я знаю ответ на этот вопрос. Мне всё равно на себя. Я не вставала с кроватью. То есть ты могла просто день пролежать в кровати? Да. А вот... Ну, дети же, они же приходили, там, требовали внимания. Они ли ложились рядом со мной спать? Не, а когда они кричали, Настя? Они же кричали, когда они хотели кушать. Только тогда я выходила в магазин и покупала что-то. Из чего состоял ваш рацион в сентябре месяце? Хлеб, бутерброды. А как-то можно объяснить вот такое поведение женщины, которая, по сути, ну, живой труп, и ничего её не беспокоит, даже собственные дети? Почему она дошла до такого состояния? Как она туда пришла? Она пришла туда одна. Именно потому, что она пришла туда одна, человек и оказался в такой тотальной депрессии, в ужасном состоянии. И мы можем говорить, конечно, что этому оправдания нет. Этому и правда оправдания нет. Потому что нормальной женщине, мне тоже, как маме, понять сложно. Учебники говорят одно, сердце говорит другое. Нечем чувствовать. Фибры не работают. Всё. Есть достаточно большое количество одиноких женщин. Ну, не все же доводят своих детей до такого состояния. Вот почему у Насти вот такой сценарий, а у других другой? Можно я отвечу, Дима, на этот вопрос, как женщина, побывавшая на месте Насти? Потому что если у женщины в такой сложной ситуации оказываются друзья, подруги, родственники, которые, когда она находится в состоянии эмоционального ступора, и ей хочется просто лежать, ей нужно просто полежать какое-то время, а не вставать и кормить детей. И в этот момент бабушки, дедушки, подруги берут этих детей, выводят на улицу, говорят, что маме нужно отдохнуть. И она видит, что у нее есть эта поддержка, ей приходится в какой-то момент подняться и понять, что она не одна, что есть люди, которые о ней заботятся. И она выходит постепенно из этого состояния. Так как мы все здесь услышали, у Насти таких людей не оказалось. Я бы согласился полностью. Но мы дошли до момента, когда дети умирали с голоду. И здесь либо Вика тогда должна доказать, что это клиника, и мы должны эту клинику увидеть и сказать, да, у нее было клиническое состояние, и тут бы уже ничего не помогло. Либо она сознательно это делала. Она просто не обращала внимания на своих детей и довела своих детей практически до смерти. Тут вопрос, осознавала ли она этот факт. Вы хотели убить детей? Вы хотели, чтобы с ними что-то случилось, чтобы вы, наконец-то, как раньше, могли быть свободны и ни от кого не зависящи, чтобы смогли жить так, как вы хотите? Я никогда не задумывалась о смерти своих детей. Можно ли объяснить ваше безразличие к детям как продолжение ненависти, безразличие плохого отношения к их отцу, вашему мужу, к Юре? Да, были такие моменты, когда я начинала их ненавидеть только потому, что они его дети. Я могла ударить то ли Диму, то ли Дашу. Причем очень сильно ударить, потому что, ну, их капризы мне казались такими надоедливыми. Я смотрела на них, и я видела Юру. История эта началась с того момента, когда Настя стала лгать. Ей было стыдно, что вот правда ее жизни оказалась не такой, о какой она мечтала. И теперь признаться в том, что муж ее бросил, или она его выгнала, в общем, что муж не соответствует ее ожиданиям. Это стыдно. Ей было стыдно признаться в том, что она не способна реализовать себя как мать. И она всем лгала, что все у них хорошо. Катя лгала, что дети у бабушки. Бабушке лгала, что с Юрой все нормально устроился на работу, и сейчас они заживут хорошо. А на самом деле все было очень просто. У них не было возможности проявить себя как нормальная полноценная семья. Они, по сути, построили свою семью за счет материально-технической помощи своих бабушек, мамы, папы. А потом, когда это все прекратилось, оказалось, что на меньшее никто не согласен. И по-другому жить они не готовы и не умеют. А гордыня не позволяет признать это и начинать с малого. Либо пойти и помириться, сказать, извините, была не права, откройте снова линию финансирования. И вот Настя начинает на фоне всего этого ненавидеть своего мужа, который привел ее, в это состояние. Это все переносится на детей. Она начинает их бить, откровенно признаваясь в том, что они слишком уж похожи на отца. И все. Я понесу свое наказание. Меня лишат родительских прав. Да? В связи с этой, со всей ситуацией. Я не говорю о том, чтобы их вернуть к себе. Да? Они не будут в детском доме, потому что найдутся люди, которые захотят установить над ними опеку. И уже нашелся этот человек. И вы готовы отдать своих детей кому-то? Нет, не кому-то. А кому? Своему отчиму. Хорошо. То есть ваш отчим готов о них позаботиться? Да. И вы ему полностью доверяете? Да. Отчим Анастасии сегодня приехал к нам. Давайте у него и спросим, готов ли он позаботиться о детях Насте. Вадим Орлов, встречайте. Здравствуйте, Вадим. Спасибо, что нашли время приехать к нам. Вы в каком-то смысле для Насти последняя надежда? Я к этому готов. Я даже могу объяснить, почему. Для меня, в общем, Настя, Маша, мама очень дороги. И потом, когда такая беда случилась, Настя, я тебе говорил, обращайся, помогу. Ты не обратилась. Я не знал, что ты до такой степени детей довела. Понимаешь, твои поступки, я не могу ни объяснить, ни понять. Мне самое главное, что ты любишь детей, что согласен взяться за их воспитание. Я не могу понять ее. Я просто не могу понять. Она поступила как тварь. Самая натуральная тварь. Хотя я ее люблю, никогда не брошу. У меня к тебе вопрос. Вот сейчас, вот такой. Где Настя находилась эти три дня? Да, она была у меня. Вот. Вот. Какие три дня? Три дня, которые... Она мне объясняла, дети у деда. Последние три дня. Настя находилась у него дома. Жила у него дома. Она пришла и сказала, папа, у меня отключили газ. Можно я тебя поживу, пока там все... Ну, какие-то соседи... Ну, соврала мне. Какие-то соседи там не заплатили, отключили весь стояк. Можно я тебя поживу, хотя я же там ни карташину, ничего не сварю. Пожалуйста, доча, пожалуйста. Каждый день задавал я тебе тот же вопрос. Как дети? Ты звонила детям. Все нормально, все хорошо. А ты правда врала о том, где дети находятся? Да, я врала. Я человек, который постоянно... Ну, вот я не могу прожить без вранья. Это у меня с самого детства. Хорошо. Настя, почему пошла именно к отчиму? Потому что он единственный у меня. Единственный был кто? Родной и близкий человек. Он единственный. А почему не взяла с собой детей? Пришла к отчиму, скорее всего, покушать и отоспаться. Да? Я, скорее всего, больше спала. Ну, пришла отоспаться. Да. Инстинкт самосохранения сработал только на свою шкуру. А на детей он не сработал. Потому что его не было. Потому что любви не было к детям. Потому что они сравнивались с Юрой, которого я ненавижу. Поэтому их можно оставить, просто бросить. С глаз долой, просто чтобы их и не было. А свою шкуру пойду спасать к отчиму. Там отлежусь, отосплюсь. Вот это было то, о чем думала. Все. И думала как взрослый человек, не как ребенок. Потому что это осознанный поступок был. Осознанный поступок. Знаете, коллеги, сейчас еще разговор, еще буквально минут 5-7. И мы дойдем до того, ну, до реальности, я так думаю. Что просто отчим и есть идеал мужчины для Насти. Потому что у нее и муж ее похож визуально. Да, потому что он всю жизнь нас, мою семью, защищал, оберегал. Он работал на трех работах, чтобы нас обеспечить. Ты бы хотела себе такого мужа, как твой отчим? Если бы существовали такие мужчины, то да. Спасибо за искренний ответ. Настя, вот пока твоими детьми занимаются чужие люди, они все-таки идут на поправку. Вот как они сейчас выглядят. Зимочка вкусная, яблочко? Да, яблочко вкусная. Молодец. Кушаем с аппетитом. Ты моя хорошая девочка, да ты кушаешь. Ты умничка. Поправишься и пойдешь дальше. Все будет хорошо. Что скажешь? Я очень рада, что они идут сейчас на поправку. А знаешь, благодаря кому? Да, знаю. Вот хочешь ли ты что-то сказать Насте? Да, я хочу сказать Насте, огромное тебе спасибо. Я сперва не поверила в то, что кто-то так заботится о детях. И хочу тебе сказать огромное спасибо. Просто спасибо. Я надеюсь, что поможет детям. Надо мной висит срок. Ну, будет суд, будет доказано, что да, я виновата. Вот только, когда я понесу свое наказание, когда я буду считаться реабилитированной, только тогда я смогу претендовать на своих детей снова. А вот знаете, а мне кажется, что только тогда, когда вы отдохнете от своих детей, где угодно, пускай даже в тюрьме, вот тогда вы готовы снова рассмотреть вопрос о их воспитании. Да. Понимаете, это правда. Дима, ты совершенно прав. Абсолютно. Для нее тюрьма – это санаторий. Где ее накормят, у нее будет койка, где она отоспится, она будет знать, что дети под присмотром. Мы хотим только одного, чтобы дети выздоровели. Ну, а судьбу Насте и Юры пускай решают соответствующие органы. Я лично благодарю волонтеров и всех людей, которые не бросили этих детей и помогают им. И сейчас у них есть даже то, чего не было с родителями. Если и у вас есть желание помочь Даше, Диме и Лизе, информацию о том, как это можно сделать, вы можете найти на нашем сайте. Вы смотрели «Один за всех». С вами был Дмитрий Карпачев. Увидимся через неделю.